Золушка Давным-давно жила-была красивая девушка, которую прозвали Золушкой. Жила она с мачехой и двумя уродливыми сводными сёстрами. Они всегда ужасно обращались с бедной Золушкой. Они заставляли её по целым дням работать, мыть, чистить, убирать в доме и готовить им пищу. Золушка носила старые обтрёпанные платья и спала в холодной сырой комнате. Однажды пришло письмо с приглашением во дворец на великолепный бал. Мачеха и две сводные сестры были так взволнованы, нам нужны новые платья, чтобы выглядеть наилучшим образом, сказали они. Когда настал долгожданный день, мачеха и сводные сёстры провели весь вечер, готовясь к балу. Золушка спросила, а можно я тоже пойду с вами? «Ты на бал! Не смеши нас! К тому же ты должна ещё постирать бельё!» Закричали её сёстры. Золушка села и заплакала. Внезапно появилась её крёстная, добрая фея. «Сделай, что я тебе скажу, и ты поедешь на бал!» Сказала крёстная. «Принеси мне тыкву, шесть белых мышей, коричневую крысу и шесть зелёных ящериц», сказала крёстная, добрая фея. Золушка так и сделала. Крёстная махнула волшебной палочкой, и в мгновение ока тыква превратилась в карету, мыши в лошадей, крысов в кучера, а ящерицы в лакеев. Тогда она снова взмахнула волшебной палочкой, и на Золушке мгновенно оказались прекрасное платье и туфельки. Она выглядела прелестно. «Поезжай на бал!» сказала крёстная, добрая фея. «Но ты должна вернуться, прежде чем часы пробьют полночь». Золушка прибыла ко дворцу в своей карете, и все были ослеплены её красотой. Принц встретил её у входа и проводил её во дворец. Весь вечер она танцевала с принцем. Но вдруг Золушка услышала, как часы бьют двенадцать. «Ах, уже полночь! Я должна идти!» сказала она, сбегая вниз по дворцовой лестнице так быстро, что одна из туфелек слетела с её ноги. Карета, лошади, кучер и лакеи снова стали тыквой, мышами, крысой и ящерицами. Так в своём старом платье Золушка побежала домой и села на кухне. На следующий день принц был очень печален. Он хотел найти принцессу, с которой он танцевал. Он нашёл туфельку, которую она обронила, и сказал, «Я женюсь на девушке, которой эта туфелька придётся впору». Принц посетил каждый дом в королевстве, но не смог найти ни одну девушку, которой туфелька пришлась бы впору. Когда он прибыл в дом Золушки, сводные сёстры попытались надеть туфельку. Они тянули её и растягивали, кричали и плакали, но туфелька была слишком мала для их больших уродливых ног. Тут Золушка сказала, «Могу ли и я попробовать?» Сводные сёстры стали смеяться над ней за то, что она могла вообразить себя принцессой. Но, конечно же, туфелька пришлась ей точно впору. «Я нашёл тебя», — сказал принц. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Да», — ответила Золушка. И они пошли во дворец и жили там вместе долго и счастливо. Конец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok